Добрый день! Мы еще буквально одну минуточку, уважаемые гости, наши студенты, идут с другого корпуса и через минуту мы начинаем. Ребят, активнее, активнее проходите, пожалуйста. Первые ряды здесь свободны. Активнее, активнее. Рассаживайтесь, места всем должно хватить. Первый ряд полностью здесь свободен, здесь проходите. Валера, Саша и Володя. Добрый день еще раз. Начинаем. Добрый день. Уже в этом учебном году мы проводили аналогичную встречу. Она была у нас посвящена 70-летию победы в Курской битве. Мы прошли с вами через Мининский призыв, через тренинг похода «Дорога героев». Мы провели 23 февраля, где участники Великой Отечественной войны, друженики тыла, дети войны выступали здесь, в актовом зале. И сегодня, в преддверии Дня Победы, выдающегося этого дня, мы проводим такое усиленное мероприятие. И позвольте представить наших сегодняшних гостей. Участница Сталинградской битвы Иванова Зинаида Васильевна. Участница Сталинградской битвы Иванова Зинаида Васильевна. Конд-адмирал, ветеран вооруженных сил СССР, ветеран военно-морского флота, ветеран-подводник, ветеран подразделения особо аварийско-российской федерации, заслуженный ветеран Нижегородской области Анохин Николай Васильевич. И наш постоянный гость, я думаю, что, Геннадий Николаевич, вы с нами согласитесь, заместитель председателя Совета ветеранов Преоксского района города Нижнего Новгорода, Крутов Геннадий Николаевич. Ну, я попрошу для ведения и предоставляю слово заместителю председателя Совета ветеранов Геннадий Николаевич вам, чтобы вы уже здесь выстроили хронологию нашего мероприятия. Я никуда не ухожу. Александр Геннадьевич тоже присоединяется. По возможности он к нам подойдет. Поэтому мы начинаем. Порядок нашей работы такой. Первым мы, конечно же, дадим слово уважаемой участнице Великих Битв. Под Сталинградом, под Курском, человек, который прошел дороги для войны, 9 тысяч километров. Из них 2,5 тысячи с боями. Динаида Васильевна, вам слово. Динаида Васильевна, уроженка города Ульяновска, в 45-м году приехала сюда с мужем. 42-й год. Начало. Мы с подругой пошли добровольно в войну. Никаких тут разговоров, у нас бронь была никаких. Мы пойдем в войну свою родину счищать. Были трудные годы. Вначале мы нас в запасном полку подготовили. И в августе 42-го года нас отправили под Сталинградом. Под Сталинградом очень тяжелая была обстановка. Это не где-нибудь. Там никаких степей. Кургом ничего не водички. Ничего. Рыли в балках, как называют балки. Мы ее прозвали Анна Ивановна. Она была впереди вот такого типа. А была Каму-Блочек. И она как будто на платье стоит. И вот мы этой землянке вырывали себе диапаратуру. Телеграфистом. Из земли делают вдоль стены. Это у нас каменьки. Посредине то же самое из земли. Это столы были у нас. Спать мы вырыли нам небольшой такой, ну, метр на четыре, где наш телефонист располагался. Мы не раздевались. Нельзя нам не раздеться, не раздеться. Придешь, лежишь, видишь, и лежишь на спине. Мы сразу на него ложимся. И делается все на боковую. И нам всем места хватало. Я что еще хочу сказать? Ну, это я потом скажу. Потому что наши бои шли очень трудные. Не воды. Отставали обозы. А тут обмороз начался. Мы чем были, то и пользовались. Никаких, как мне задавали вопрос. А мылись хотя бы. Какая там баня? Где там баня? Никаких бань так вот и были, как есть. Были, конечно, за рубашкой на сейфу. Мы ползали. Но куда денешься? Ничего не денешься. Прошли мы с боями. Сталинград. Город Мертячино. В общем, там на Театрка. Все это такие. После Сталинградской битвы. Нас еще поздравляли. Как раз 7 ноября поздравляли с праздником. Штаб тоже самый такой же был. Только знамя у нас. Так же все это из земли. Никаких, ничего. Умыться, если девичушка. Вот так только лицо помоем. А так уже ничего. Вот от Сталинграда, значит, завершили эту всю группировку, освобождили. Сталинград нас с подругой послали на эту встречу. Нам дали одного разведчика и насмотрщик за телефоном. Мы бежали по таким вот сугромам, ели, 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 успели. Когда наши войска, наши другими войсками встретились, кричали, шапки бросали. Вы, наверное, видели, если кто видел Сталинград. Вот недавно было про Сталинград кино. Конечно, там это, на нашем взгляд, вот на мой взгляд, этого, конечно, не было. Они там в баню какую-то устроили, этой дамочке. Она в брюках, когда тогда брюк не носили. В общем, так вот, только что были. Страх это немцы кругом. И вот они это старались все освободить. Ну, уничтожать немцев. После Сталинграда наш подворонежский фронт. Короче говоря, мы вот, самое еще трудное, это была Украина. Сляпать, дождь, машины отстали. Наш продуктовый, все это не отстали. Лошади, которые мы везли только от самой, что могли, оборудование. На себе мы несли. Телефонный аппарат 12 килограмм. Катушка 18 с проводом, 18. Скатка шинели. Противогаз, лопатка. Вот это все мы несли на себе. Идем еле-елеть, ноги вытягиваем. Ну, ничего. Разбитые избы. Вот у нас уже говорят, давайте вот эту, открыли наш палатку. И ребята там спят уже. Это первый эшелон, который идет, наступающий. И говорят, ребята, двух девчонок возьмите, разрешите им тут. А чего там солома? Она вся в грязи. Мы как бы упали, так и мертвыми, но и все. Не разупались, не раздевались, потому что если мы снимем мокрые сапоги, то мы уже не наденем их. В общем, условия были тоже не очень хорошие. Ну, вот так вот постепенно Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию. В Венгрии мы задержались немножко. Наш корпус освободил город Сечелихер-Вар. И там, значит, опять они отступили, 21-й корпус. Нам пришлось его вторично брать. Взяли мы его. Когда пришли, такие разрушения уже были больше. И там была одна немка, которой загнали этих раненых в церковь. Она вилкой глаза им гавала. В преслах, кто в злобе видел, штампует там. Головь подставляли, руки подставляли, пальцы мяли вот так. Вот шептут. И ребята наши ее нашли. Ее распяли. К одному дереву привязали к первую и вторую. И отпустили. Конечно, было очень много скандалов. Чуть-то этих ребят не отстреляли. Не имели права. Все попалось и будет отвечать на свои поступки. А у них это все наговорили. Как это так могла? Она такое и сделала. Я немножко вот уже отступлю к своим. У меня сын, значит, начал с Пресенска. И вот попал он в Венгрию. И пишет мне, мам, ты все время рассказывал мне. Город, Сечелихер-Вар. Как мы его брали второй раз, и как там классы были до длительных дней боев. А я теперь здесь служу. Вот это так. Как совпадение? Я говорю, ну как? Ну, хороший город, отстроен, и все нормально. После этой, значит, мы... Это было Венгрия. Из Венгрии мы на Австрию. Это уже был почти 44-го, конец 44-го, 45-го года. Когда, значит, я была на дежурстве в ночь, это было, наверное, 5-го числа, не 6-го, вдруг звонок. Звонит мне генерал корпуса и говорит, кто дежурит. А у нас так было. Дважды гвардии рядовой, старший ефрейтор. И это не знали, что я дежурил. В общем, давайте дважды гвардии, вот, не садили поциркуляры. Наши все делись и все отделы, и сама не отключайся. И вот он говорит, товарищи, с Днем Победы поздравляю вас. Кончилась война. Ой, тут все, конечно, риковали, все. Вышли я на улицу, сменилась когда. А там танки американские. А я была более бандиста, и вот они меня на катанки сфотографировали. Конечно, не сохранились, но некоторые карточки меня сохранились. Вот так вот. И я закончила, значит, в Вене в 45-м году войну. Демпилизовалась я, вернулась домой. И устроилась на горло ГГБ, начальника, ставлю еще и телефонистой на коммутаторе. Поскольку с мужем он горький, мать просила Абакума, министра, чтобы его перевели в Горький, поскольку у нее сын второй под Сталинградом. И вот он с нас взял предложение, и мы приехали сюда в 45-м году, 5-го декабря. И вот до сих пор я здесь живу. Работала я, пока дети были маленькие, я не работала. Потом началась пятая больница. Да, я прошла такие, как, технику медицинскую и на рентгентехнику. Проработала там я недолго, конечно, все из-за детей, то пожар сделала этими голоднями, то еще что-нибудь. Так что у меня все идет. Дальницы, ясли и все прочие, поликлиники. И вот я уже в конце тут, говорю, мне тяжело ездить с транспортом. Я перешла, кто знает, в завод «Орбита». Вот там у нас была закрытая поликлиника, и там я проработала последние 28 лет. Вот так вот. Теперь, когда уже эта жизнь пошла такая, смотрю, какая жизнь новая. Прошу девочек быть скромными, уважать себя, не идти на контакт с мальчиками. А мальчики, вы мужчины. Вы знаете, что нельзя, нельзя унижать девочек. Попользовался и выбросил. Этого делать нельзя. Мы, девчонки, были на борьбе. Мы спали вместе. Никто руки никуда не протянул. Не было никогда. Уважение было к нам. А сейчас посмотришь, ужасно. Телевизор даже нечего смотреть. Подерживайки, юбки, голые все, как говорится. Ну зачем правильно? Смущаете ребят? Ну, нельзя так. И теперь еще. Обязательно нужно быть в армии. Вы защитники Родины. Вы смотрят сейчас Украина. Они тоже кнулись. Кто не умеет, кто не знает. Ни оружия, ничего. А вы должны быть спортивными. Знать все, как и что и чего. Ходить раньше было ГТО. Я занималась лыжами, на коньках, на стрельбище. У меня вот тут есть медаль застрелить. По нашему району первое место я по стрельбе. По своей поликлинике. С этого советского района. Из всех поликлиник я выиграла. Это не дважды общий такой. А это вот индивидуально мне дали первое место. Вот я до старости лет все время стреляла и знаю, как это делать. Вот так. И армия должна быть укомплектована молодыми, здоровыми ребятами. Не надо там, чего я там делать буду. Не надо там ничего. Научат, чего делать. Ну вы оттуда сами поймете, какие вы возвращаетесь. Не живите далее. Нет, это любовь еще только так. Просто, ой, ой, ай. Вы, когда после армии уже в основном разрыве меняется, вы уже совсем уже по-другому будете рассуждать. Как и что. Вот так вот. Патриотизм вот в первую очередь. Ну что еще вам сказать, я не знаю. Вот так что смотрите, девчата. Берегите себя. Вот так вот. У меня, ну, у меня сестра воевала. Она была старшая втенант медведевской службы. Она дошла в Германию. А где попала? На Австрию. Сын погиб у меня. Под Ленингран в гору Кушкина. У старшей сестры муж в Польшу. Так что вот мы вернулись. Она, старшая сестра, приехала с детьми, родителями. Четверо детей. Вот так вот. Сейчас надо работать. Всегда работала. Всегда у меня уважение. Карточку меня на Аллее Славы. Вот сейчас новую сделали. Так что мне уже в девяносто шест... В восемьдесят девятый год. Будет скоро мне в девяносто. Потихонечку, полегоньку, но я еще хожу. Хожу, выполняю общественную работу. Веду списки Сталинградцев и Курской битвы. Обзвания. Как и там.